Всем привет! Давно у нас не было нормального мужского обзора про Соединённые Штаты. Зашёл в магазинчик и решил пройтись, показать вам, какие сейчас цены на алкоголь в Соединённых Штатах. И начну с Джека Дэниелса, моего любимого, из Tennessee, которая делает мне настроение. Давайте сейчас, мужики, соберёмся и посмотрим хотя бы, сколько всё это дело стоит тут, в Соединённых Штатах, на Гавайях. Всем привет! Это Рукдэнк. Литр 75 дедушки Джека из Tennessee. Вот такая вот нормальная дебелая бутылочка. 40% всё, как доктор прописал, по классике. Тут по возрасту я не знаю. Вот такой вот момент тут расписан. Такие бочки, что, куда, где, как. Вот такая вот задняя составляющая. Сделано в США. Хоть что-то не в Китае. Стоит это всё дело. 35 долларов, 99 центов. Значит, мы находимся в Костка, поэтому по налогам надо будет посмотреть, что и как. Но, по-моему, меньше 7%. За 8 баксов Колумбия Валлай. Вот такое вот венцо. 2018 год. Но я как бы по вину не очень. Давайте всё-таки пройдёмся по крепышу. Black Label. Вот такая нормальная фляга с ручкой. 12 лет выдержки, 40 градусов, литр 75. Видите, в Америке вату не катают. Чекушками такую тему не продают, не берут. Если брать, то на нормальную, хорошую компанию. Стоит этого удовольствия почти 60 баксов. Вот там, где, как говорится, где Black Label, там и Blue Label. Blue Label – это более интересное питьё. Его уже дорого пить, потому что оно стоит 180 баксов. Соответственно, вы это отдадите за бутылочку за 750 миллилитров. Даже литрухи здесь нет, а 180 баксов вы заплатите. Но это тем, у кого на Blue Label бабла нет. Вот такой вот есть вариант с бурбоном. Значит, Jim Bean. Это у нас ребята из Kentucky. Вот такая вот бутылочка. Давно они его уже делают. Пыльцой он тут покрылся. Стоит бедняга непаренный. И стоит он 23, почти 24 бакса. Тоже за литр 75. Тут написано «финиш». Вот написано «финиш». Вроде бы как полирнуться. Но, по-моему, полирнуться 46 градусами и 750 миллиметров. Ну, как бы, навряд ли. По пивасику пойдём дальше. Значит, 20 лет у нас представлен такой вот скотч в виске. Везде, где написано «Kirkland», это значит, что производство компании, которая вот очень сильно распространена здесь, в Штатах, это всё костка поставляется вот этой вот компании. И ценовая политика этого безобразия – 70 американских долларов. А это, ребята, виски – загадка для семьи Руденко. Никогда в жизни ничего подобного не пил. Если вы употребляли подобный алкоголь, пишите, что вы по этому поводу думаете. Вот это вот нормальный подход. В килограммах сразу 16,7, почти 17 килограмм. Удовольствие. 42, почти 43 бакса за литр 75. Вот есть такой ещё вариант. Подешевле. Значит, пишется, что это скотч. 12 лет. Звучит всё очень классно. Не могу понять, зачем пишется вот это 80 proof. Что это обозначает, не знаю. 40 градусов у нас здесь. 40 процентов. Я что-то всё градусы говорю. 40 процентов алкоголя. И стоит это дело 36 баксов. Бери, не хочу. Литр 75. И обратно мы возвращаемся к бурбону из Кентаки. Кентаки – хороший, интересный штаб. Вот такой вот он бурбон делает. Бутылка, конечно, шикарная, ребята. Обратите внимание. Хорошо сделана. Как в старых классических фильмах про Соединённые Штаты. Красивый вискарик. И цена ему 36 по 37 баксов. Вот тоже интересный вариант. Значит, бурбон виски. Wild Turkey. Дикая индейка. Вот если вы захотите употребить дикой индейки, придётся вам за это безобразие отдать всего лишь 30 американских долларов за литр 75. И добро пожаловать в мир, в обществе диких индюшек. Главное, не укочуриться, не упиться. Когда к некоторым приходит белочка, а к некоторым дикая вот такая вот чудо-юдо индюшка. Ребята, если вы решили сегодняшнюю ночь провести с шикарной девушкой, а утром проснуться под запах того, как она делает завтрак, скорее всего, вам придётся вот взять вот такого плана шампейн. Брю. Интересная, красивая упаковка, чтобы она однозначно не осталась равнодушной. И отдадите вы за всё это дело полтинник за 750 миллилитров. А это напиток, который предпочитает Валерия Николаевна. Дёшево и сердито. Мускат 13 долларов. Валерия Николаевна, она уже не особо выпендривается по алкоголю, потому что бережёт семейный бюджет. За это мы её любим. Она у нас совершенно не транжира, в отличие от Ивана Руденко. И 12 баксами за бутылку она с удовольствием воспользуется вот такой вот бутылочкой. Сидя с бокалом и парой кубиков льда. Любит она это дело. На самом деле очень такая хорошая вкусняшка. Вот не знаю, чувак улыбается во все 32 зуба. Может потому что живёт в Калифорнии, может пытается втюхать тебе что-то. Бутылочка венца стоит 10 американских долларов. Улыбается, как будто бы точно знает, что он на вас заработает. А вот, ребята, вино, которое напоминает мне моё детство. Не то чтобы я бухаю с утра, а именно вид на этой картинке. Обратите внимание. Очень напоминает мне Коктебель. Район Планерского, Карадага. Кто там был, понимает о чём я говорю. В моём детстве именно вот такие вот виноградники. Блин, реально аж не то чтобы слеза наворачиваются, но действительно так оно и было по малолетку. Возле Коктебеля огромные виноградники, очень было красиво. Ну а сейчас вот такой вот дядька в американской шляпе, стоя к тебе спиной, пытается продать своё вино за 9.50. Ни разу не пробовал, ничего не скажу. Так, ну а здесь, судя по всему, всё тот же датый чувак из Калифорнии. Он реально посмотрите на лицо и на глаза мужика. Ну явно он уже продегустировал это всё дело. Вот такая вот бутылочка красного вина из Калифорнии. Сам виньон обойдётся вам в 12.50. Возвращаемся к любителям девчонок, молодёжи, которые идут на свидание и уже имеют возможность употреблять алкоголь на всех законных основаниях. Мужики, бутылочка вот такого вот винца шампанского вам обойдётся от 48, грубо говоря, от полкиника баксов. Там 43, 19, 20 и вот, как говорится, шмурдяк стоит минимум 11 баксов. Не удержался, не смог пройти мимо вот такого вот вина за 16 баксов. Объясняю почему. Потому что, по-моему, над этикеткой девочки, ну явно несовершеннолетней, вот с таким вот глазом работал или плотно употребляющий человек, или очень оригинальная личность, которая пересмотрела и очень сильно углубилась в изучение искусства Ван Гога. Вот такая вот интересная этикетка. Пишите, что думаете по этому поводу. Вот есть такой вариант 10-летний, Тауни Порта. Стоимость 17 долларов за бутылочку. Бутылка стандартная, 750 миллилитров. Ничего подобного не пробовал, но вот как-то выглядит интересно. Я думал, уже креативных этикеток не будет, но вот кто-то все-таки превзошел мои ожидания. Обратите внимание, вот такой вот снимок рентгена с чемоданом. В чемодане видно цветы, секатор, перчатки, штопор и бутылочка вина. Вот такой вот оригинальный подход у ребят в Калифорнии к продаже вина. В последнее время у молодежи довольно-таки распространены вот такие вот напитки, это местные гавайские, да, хавайян, калоа, май тай и так далее и то подобное. Значит, бутылка идет здесь около 17-14 процентов. 17 процентов алкоголя бутылка у нас идет литр 75. Ценовая политика в районе 20 баксов, 20-21 доллар. Очень часто вижу, что ребята употребляют именно такие вот вещи. Есть всякие добавки. Вот такого плана. Коктейл, миксы разные продают. Маргарита на острове очень популярна. В принципе, в Турции тоже была популярна маргарита. Вот такой вот микс уже готовый. Просто добавляете водки. А, собственно, по поводу водки сейчас пойдем и поговорим. По дороге к водке, мужики, решил остановиться на ряду с джином. Значит, Dry Gin London. Bombay, наверное, один из самых популярных тут на Гавайях в барах. Если вы заказываете джин, то очень часто именно Bombay будет. Бутылочка стоит 32 бакса за литр 75. Я понятия не имею, сколько сейчас стоит и какая водка популярна в постсоветском пространстве. Когда я уезжал из Украины, Немиров, черная была очень-таки, наверное, неплохая. Я еще из того поколения украинцев, которые на выпускной пили водку 5 капель, если не помните, такая еще была. Во время службы выпито было немало. Слава богу, без происшествий. Но такая вот водка. Sky водка. Сан-Франциско написано. Не знаю точно, где ее разводили. 20 баксов. И это у нас литр 75. Вот такой вот есть вариант голландской водки. Кого интересует, прошу любить и жаловать. Говорят, вроде бы как неплохая. Но я, честно говоря, уже не помню, когда я последний раз водку пил. 31 доллар вы отдадите за литр 75. Голландской водке. Ну, а это, господа, та водка, которую я предпочитаю употреблять. Если мы уже идем по крепному, да, по беленькой, то, собственно, вот этот вариант оптимальный из числа того, что я пью. Я пробовал Абсолют и многие другие разные. Кауфман даже мне довелось свое время попить. Кто знает, о чем я говорю. Довольно-таки дорогая водка. Ну, вот именно Grey Goose. Le Français. Почему-то, мне кажется, заходит лучше всего. Холодный. Быть дегустатором водки, это, по-моему, еще то ремесло. В конечном результате все оно одинаковое. За исключением мелких, небольших нюансов, которые поймут только гурманы. Ну, вот, за бутылочку такой вот водки вы дадите 47 американских долларов. Ну, а теперь тем, кто хочет полирнуться, бельгийским пивком Stella Artois, собственной персоной, 24 бутылки, стоит 28.50. Ну, и как я мог обойти корону во время пандемии? Значит, 24 бутылки, вот такая вот упаковка, стоит на сегодняшний день в Соединенных Штатах 26.50. Ну, и Ханекен, наверное, самое ходовое из числа того, что я пью. Тоже 24 бутылки, упаковка 26.50. В принципе, цена плюс-минус одинаковая. Надеюсь, материал был интересен и кому-то, возможно, даже полезен. Чтобы вы понимали, сколько будет стоить вам ваш вечер погудеть на Гавайях. Не обязательно идти в ресторан. Есть варианты, конкретно магазин Кастка. Есть еще у нас на острове, тут продается много местного пива, такого, которое делается только на Гавайях. Но это другая ценовая политика. И, в принципе, если интересно, может быть, как-нибудь расскажу. Хотя, что тут рассказывать? Надо пробовать и делиться впечатлениями. У меня на этом все. Оставайтесь на канале Руденко. Пишите комментарии, что конкретно вы любите употреблять, какие у вас цены. Вот это мне, наверное, больше всего интересно. Пишите, сколько стоят аналоги наших алкогольных напитков у вас. Вот за это буду очень признателен. Особенно ребятам, кто живет в Киеве, кто живет в Питере, кто живет в Одессе. Вот эти вот места мне больше всего интересны. Ну и крымчане, естественно, ребята, ваши комментарии для меня как бальзам на душу. Всегда люблю почитать, всегда вступаю в диалоги. Поэтому на канале Руденко, всем, кто же поживает в Крыму, жил в Крыму, кому полуостров близок по сердцу, по душе, по духу, пишите. С удовольствием будем общаться. Все, ребят, вам удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok